Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ссорились с мужчиной многое за работу. То я была не права, то он обманул и подставлял, наверное, у вас тут другое слово. В общем, сложно понять, кто прав, а кто виноват, но под конец хотел помочь и наладить отношения, и я тоже этого хотел, и вроде всё было нормально. Смотрите, аноним. Вообще, здесь вопрос по поводу того, что нормально вообще, а что нет. Вот, на мой взгляд, потому что то, что вы ссорились с мужчиной многое за работу уже говорит о том, что не совсем. А, не совсем, всё нормально, потому что вы ссорились с ним из-за работы. А, ссора, это не нормально, как минимум. Это первое, что я бы хотел сказать. Второе, вам нужно здесь, на мой взгляд, по крайней мере, увидеть свой вклад в комплект. То есть, какой вы вносили вклад в ссору, вот именно вы, какой именно вы вносили вклад в конфликты здесь. А, вот, потому что это, ну вот, то, какой вы вносили вклад в конфликт, является, ну на мой взгляд, определяющим. Вот, ну поскольку, вот, к нам обратились вы, то, соответственно, с вами мы, соответственно, здесь и работаем. Вот, вот, этот момент нужно учитывать. Дальше. А, то я была не права. Ага, окей, если вы были не правы, то в чём, по вашему мнению, вы были не правы? То есть, если, ну вот, если вы, ну, если вы, если вы, если вы, если вы называете себя неправой, да, то в чём, в чём вы не правы? Конкретно. Конкретно. То есть, вот, что именно вы расцениваете, что именно вы рассматриваете, а, как, вот, свою неправоту? Вот. То есть, на мой взгляд, это было бы очень хорошо бы увидеть и понять. Дальше. Что он обманывал и подставлял, в общем, сложно понять, кто прав, а кто виноват. Ну, виноват, так сказать, на мой взгляд, идея не лучшая. Вот. Именно, вот. Виноват, так сказать. А, вот, взять как-то ответственность, ну, как бы вам самой, да, взять ответственность на себя, допустим, за то, что происходит. Происходило в отношениях. И посмотреть, каким образом и вследствие чего это стало возможным. Вот. Это, конечно, было бы весна и весна здорово. Дальше. А, под конец он хотел помочь и наладить отношения, и я тоже этого хотел, и вроде все было нормально, пишите вы. Ну, если вы можете знать, что человек хотел наладить отношения, то есть, я могу это увидеть, то, откуда вы могли знать, что он хотел. Помочь, 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 помочь. Извините, если я могу увидеть, что он хотел помочь, да, вот, то откуда вы можете знать, что он хотел наладить отношения. Вот. Вот, что мне интересно в данном случае. Ну, то есть, да, он мог хотеть вам помочь. Это правда. Это правда. Действительно мог хотеть помочь вам. Но вот насчет наладить отношения. Вот. То есть, что на это указывал, что он хотел наладить отношения с вами. Вот. Дальше. Потом, допустим, вместе, при сотрудниках начал показывать пренебрежительные отношения со мной, ко мне, не хотел рядом со мной находиться. Как будто сцветился меня, и я психанул и толкнул его при всех. Ну, явно здесь у нас есть какой-то контекст, я бы сказал. Я бы сказал так. То есть, здесь явно контекст несколько больше, на мой взгляд, чем то, что вы описываете, как мне кажется. Вот. Мне кажется, что здесь ситуация несколько, ну, несколько больше, что ли, чем вот то, что вы говорите. Потому что ни с того ни с сего люди так себя не ведут. Именно вот ни с того ни с сего, да, люди себя так не ведут. То есть, если человек начал себя так вести, значит, вот, ну, какие-то основания, да, какие-то причины, какие-то, ну, какие-то мотивы у него были. Вот. Другой вопрос, что вы об этих мотивах, судя по тому, что мы можем видеть, да, вы об этих мотивах не знаете. Вот. То есть, вы не знаете, почему человек стал себя так вести. Вы не знаете, почему мужчина начал внезапно, ну, внезапно вас игнорировать. Вот. Вы этого не знаете. Но вы, ну вас это задевает, вас это задевает очевидно, потому что вот вы говорите что, ну что психанули, вот, вы говорите что психанули и что его проканули, вот. А как вас это задело, как вас задело то что он вот так себя ставит, вот. Он сказал что у меня больше для него нет, потом извинился за свой поступок, поговорили, вроде он сказал что все забыл, мой друзья, но ранее обещанную помощь не оказал, а я не стал спрашивать, посчитал что его право. Нет, ну в принципе да, в принципе верно, действительно, действительно его право, вот, это верно, это правда, вот. Но добро заключается в том, на самом деле вы так считаете, вот. Потому что то как вы описываете ситуацию, да, то как вы, ну, то как вы позиционируете вот себя, на мой взгляд вы так не считаете. На мой взгляд, то что вы отдали ему, как бы, вот это право, да, отдали ему право, отдали ему право помогать вам или нет. Вот. Для меня выглядит как, знаете, ну, что-то типа, что-то типа избегания, то есть как будто бы вы избегали, вот, избегаете чего-то. В контакте с мужчиной, с мужчиной, ну вот, как будто бы вы боитесь себя проявлять. Это такой момент, а еще очень важный момент заключается в том, на мой взгляд, что вы сначала психуете, ну, психуете, вот. Ну, понятно, да, потому что вас задевают, потому что вам неприятно, это, это понятно, в этом нет ничего необычного и аномального. Вот. А потом вы изменяете. То есть как-то, получается, берете и обесцениваете. Вот. Обесцениваете то, что, ну, по сути, по факту сделали то, что себя, ну, то, что себя защитили, вот. Вы это обесцениваете и с чем это связано, с чем это связано, вот. Часто ли вы так делаете, вот. Я имею в виду, часто ли вы так вот действуете, что сначала как-то поступаете, вот сначала как-то делаете, вот, а потом извиняюсь за это, вот. То есть это больше про, я бы сказал, неуверенность в себе, вот. Это больше про, а тут две опоры на себя, пожалуй, пожалуй, что, вот. И если это так, то нужно, на мой взгляд, с этим, конечно, работать, потому что это может быть серьезной проблемой. Так, значит, а вы друзья, вот вы пишете, что он всегда был, мы друзья. А вы друзья с ним, ну, вообще. То есть вы друзья или вы коллеги, или вы пара, то есть вот. В каких отношениях-то вы, собственно, с ним, так скажем, состоите? Вот. Ну, на мой взгляд, это важно, потому как, потому как, из чего складывается, допустим, ваше восприятие человека. Вот. Ну, это, к примеру, вот, из чего, из чего складывается. А вот, на мой взгляд, это, это очень-очень важный момент. Ну, понятно, что... Понятно, что вы это делаете, значит, ну, как бы, да. Вы это делаете из скуки, ну, из скуки. То есть вы по нему скучаете, да, и вы это делаете. Вот. То есть, в принципе, ну, в принципе, это понятно, то, что вы это делаете. Вот. И понятно, что, ну, вам, наверное, его не хватает. Вот. Я имею в виду, ну, человек. Ну, вот. Значит, что здесь можно и нужно сделать? Вот. Нужно увидеть природу, природу вашей скуки. Вот. Нужно увидеть то, что является ее основой. Вот. Основой того, что вам, что вы, ну, что вам его не хватает. Вот. Вот это нужно сделать. Чтобы вы сами, вот, увидели, чего конкретно вам не хватает. Вот. Вот. Чтобы вы сами это увидели. Чтобы вы сами это увидели. Может быть, даже, ну, почувствовали. Вот. Чтобы вы сами ощутили, вот, что вами движет. Когда вы хотите, ну, наладить отношения там и так далее. Вот. Это куда более важный момент. Вот как-то, вот как-то так, я думаю, здесь можно вам ответить. Вот. Я включаю пищу выпенимую, постоянно думаю о нем, переживаю. Вот. Не могу понять, почему говорю, что мы друзья, если он просил нападиться, как будто не просил и не хочет продолжать общение. Как быть? Значит, здесь опять же нужно определить, в чем заключается ваше переживание. Вот. 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 Вы пытаетесь понять человека. Вот. Ну, вы пытаетесь понять человека. Вот. себя. Вот. Нужно постараться понять именно себя. и то, что чувствуете и хотите вы сами. вот. Я бы, я бы так, наверное, вам ответил бы сейчас, с точки зрения психологии и психотерапии. И тогда потребность в том, чтобы пытаться понять, ну, другого, другого человека. Вот. Опадет. Вот. Вот. Как-как-как-то так. Я думаю, можно вам ответить. На этом все. Пожалуйста. Я надеюсь, что он помог вам. Буду благодарен вам. Обратную связь по моим ответам. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.